На Сахалине соревнования российского масштаба Кэсбаскет проводит 10 сезон. Сотни школьных команд на острове преодолевают этап за этапом. Организаторы, в свою очередь, снабжают юношей и девушек бесплатной формой и мячами. Вообще по школьному баскетболу тяжело сказать. Ребята у нас всегда меняются, в школах идет обновление. И с года в год предсказать победителя очень тяжело. Но сегодня в первой встрече АХА Паранайск немножко удивила, конечно, паранайская школа. Седьмая школа Паранайска в форме разных цветов ранее находилась в лидерах. Но сегодня в одной из подгрупп статистику подмочила темная лошадка в красном. Ахинская сборная из седьмой школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Противники отличные ребята, мы тоже неплохие. Сумели реализовать все, что планировали. Много получилось, что-то еще нужно дорабатывать. Но в целом играли неплохо. Отставание паранайцев в каждой десяти минутки составляет от одного до семи очков. Поменять положение в свою пользу не удается. Ахинцы в завершающей четверти берут верх со счетом 52-37. Мы проиграли, наверное, потому что мы не особо тренировали нашу зону 3-2. И команда противников оказалась выше нас и сильнее. Один из явных лидеров чемпионата – шестая школа Южно-Схалинска. Форма светлая. Парням удается перешагнуть рубеж в 100 очков. Почти в одну калитку они играют с ребятами из Южно-Курильска. 106-20. Спасибо организаторам. Нас встретили очень хорошо. Хочу спасибо сказать нашим поварам, которые нас кормят очень вкусно. Они не самые слабые. Это ребята очень... Они молодцы, что вообще приехали первый раз. С ними встречаемся. Да, понятно, ребята еще не дотягивают до нашего областного уровня, но им есть к чему стремиться. Соперничество на гостеприимной базе «Восток» с запутевки на дальневосточный этап продолжается. Финальная точка в субботу. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Продолжение следует...